Всем доброе утро, мои хорошие! Видите, у меня даже голос нет еще. Еще не проснулась. Первое дело, что сделать, это позавтракать для меня. Завтрак готовится, сейчас будем кушать. Ну и, конечно, теперь, так как у меня лето, тепло, что я делаю, то уже делаю обход моего сада и огорода. Я просто без этого не могу теперь, не могу. Это мой ритуал утренний. Пойдемте со мной прогуляемся. Ну, вам теперь будет каждый день одно и то же. Ну, ничего, привыкайте, лето у меня. Вот здесь я поубирала, знаете, что у меня здесь было огромное такое растение, вот это вот, которое... Я не знаю, что это такое. Вот, смотрите, что это такое и пахнет немножко, как этим, лимончиком, не знаю. Вот, здесь вот это мне все забило, вот здесь все-все-все, даже, видите, забило. Вот это растение, оно пахнет кока-колой. Вот это вот прикольное растение. И оно мне его забило. Здесь у меня и соя было. И соя, не соя, соя же, так как по-русски, мне уже говорили. Короче, другие у меня были ароматные травки. Забило мне все тут, все. Даже мяту эту мне забило, вообще должна была мята разрастись. А мята еле-еле выживала. Так что выдрала все на всех, оставила кусочек, наблюдала, чтобы ничего снова не росло. И даже дерево авокадо растет. Вот, пробивается, видите, уже второй или третий год, и каждый раз оно, видимо, замерзает, не знаю что. И оно каждый год новое и новое пробивается, он еще пробивается. Хорошая природа, а? Все лезет, лезет, лезет. Мой виноград подвязала я, чтобы он в разные стороны не развалился. Но он же, ну он же, смотрите. Вот только все убрала, а он опять лезет туда. Надо мне подвязать, прям вот сюда, таким вот образом, лозы, наверное, накинуть сверху. Здесь еще никак не подсажусь. Надо сейчас мне будет после обеда съесть в магазин, купить опять земли. И вот таким вот образом, который я на полу, прям в горшочке положу. И пускай оно само приживается. Таким образом будет у меня новый виноград. Надеюсь, получится. Мои, как всегда, планы какие-то непонятные. Ну ладно, главное, что всегда есть результат моих непонятных планов. Тут винограда-то, пруд-пруди, пруд-пруди. Будет у нас тут счастье. Ой, очень много, очень. Да, видите, некоторые сломала, когда привязывала. Ну ничего. Оно сколько, оно сколько счастья. Оно сколько моего счастья счастливого. Вот так вот. И там столько же. Только поднимай листья. Везде они, везде. Очень много, очень. Очень, очень, очень много. Вот. Так, в этой стороне-то ничего. У меня больше нет, нет, ничего. А там у меня, в другой стороне, сосед траву косит. Оно мне так со странными глазами смотрит. Пойдем-то через переднюю часть. Трубы орла никак не сделает. Ну, орлачек не сделает, сказал сделать. Вот. Оно мне так со странно смотрит сосед каждый раз, когда я с камеры прихожу в гору. Но ничего у них говорит. Смотрит, уходит даже, чтобы боится, чтобы я его сняла. А здесь у меня... Ой, хотела вам пассифлору показать. Она мне закрылась. Но она опять откроется. Видите? Она к вечеру откроется. Не знаю. Покажу, как откроется по новой. Очень много ее у меня. Очень много. Я довольна. Ну и розочки мои, которые никак не порежу, которые руки никак не дойдут. Но сделаю когда-нибудь. Сделаю. Здесь цветочки пробиваются. Посадила я. Такие вот красивенькие. Если видно на фотографии, наверное, они какие-то с усиками. Здесь тоже вон такие пробиваются. Тоже красота, красотища. Смотрите, у меня здесь кактус. Наш так, да? Или поправьте, может, не кактус. Я тоже с моря брезла много лет назад. Посадила один. И вот у меня еще и резок оградку. Я говорю, ладно, снимать будем оградку. Придется рвать, резать оградку. Смотрите, она попер везде. И такой красивый даже будет свистеть в этом году. Вот так. Вот так вот. Красота. Ну, конечно, слишком много, мне кажется. Надо будет его подрезать. В принципе, он здесь не мешает. Как-то так неплохо смотрится. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Здесь у меня... Все, девочки, мальчики, начинать свистеть мертензи. Начинать. Долго-долго начиналось и разошлось. Смотрите, кстати. Не помню, кто-то мне сказал. Галл нужно их подстригать. Какая трава плохая лезет сюда. Прямо, ой, какая длинная. Жуть. Прямо обвивает мне цветы. Такая какая-то неприятная. Смотрите, колючая. Ты мне давай цветы не подь, плохая трава. Вот, так что... Хотя, что показать. Смотрите, мне говорили, галл не стриги, артензию. Или кто-то ему говорил наоборот, стриги, артензию. Знаете, что я сделала? Я половину куста подрыгла, половину оставила. Посмотреть, как будет дальше действовать все это дело. Вот, внизу она у меня подстрижена. Видите? И неплохо она отходит. Очень хорошо. И вот эта, в которой я не стригла, для кусты. Высокая. И по мне, так лучше всего на все стричь кусты. Как можно короче. Пускай они будут короче. Они такие высокие кусты. Ну, а зато они какие-то более, не знаю, более с листьев много. Смотрите, палки торчат и все. Короче говоря, она отходит оттуда, где палка заканчивается. Так что срезайте, и будет красиво вам. Вот, если бы я не посрезала, такие бы палки торчали и все. А это прям, видите, какие кусты красивые. Но это мое мнение, мой эксперимент. Я считаю, что я теперь буду, как раньше, стричь на зиму. Как можно короче. Вот так. Вот это у меня уже все. Отцвели цветы. Уже цвести не будут. Но зато очень красивый куст. Прям возле моего, надо открыть будет, моего атрие. Шикарный куст. Ну, и здесь розы тоже. Подвязать, подстричь. Надо, много чего надо. Каждый раз говорю, надо, 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 надо. Господи. Время бы найти еще на это надо. Вот это же элементарно роза бы вот так вот раз, да, прошла. Но, пообрывала, пообламывала. И на это времени не всегда хватает. Вот у меня сегодня планов пруд пруди. И тут у меня сосед там дру-ру-ру-ру. С газонокосилкой. О, хоть с вами поболтаю. Ой. И цветы. Наведу порядок. Блин. Ладно. Сейчас глупости натворю. Вон там у меня рис, лепион. Не, рис, да, по-моему, так. Гладиолусы, рис. Цветы травы тоже. Вроде что-то убирала. Вот только же. Но нет. Опять травы полны-полны. Цветы показывала. Огород все так же. Эх, знаете, как я иду, все смотрю, проверяю. Так и вам показываю. Огурчики мои-то растут. Ничего с ними. Ничего. Хорошо принялись. Хорошо у нас. Рассаженные. Хорошо. Вреди на террасе навели порядок. Прямо это. Кажется, все большое такое стало. Вот зимой, конечно, сротивник ужасный. Зимой сюда. Ой, не видно меня. Зимой, мне кажется, прям такой, ну, грязь здесь все, что ли. Не люблю я тебя. Не люблю, не люблю. А летом все совсем по-другому. Вот. Болит живот. Так что, что? Завтракаем. И заработаем. День только начинается. Всем хорошего дня. Так, мои велосипедисты приехали. Показывай Рафаэльчику. Выдали диплом. 26 километров. 26 километров. А где написано? Что? Нет, написано 20 километров, Рафаэль. Они сказали 20 километров, но на моем компьютере есть 26 километров. Да, на твоем было 26 километров. Рафаэльчик проехал 26. Рафаэль говорит 26, но диплом на 20 километров. Класс. Умничка. Надо повесь себе. А, звезда моя уже катается. Молодчинки. У нас жара. Уже жара. То, блин, холодно. То теплоудую, то жарко. Теплауду с посерединки как-то не бывает. Интересно как. Ай-яй-яй. Очки одень, солнышко мое. Так, ну что, мои уехали зайчики кататься на велосипедах. Опять утром мальчики уехали кататься. Я показала Рафаэльчику играл грамоту, можно сказать, такую. Ну, просто свидетельствует о том, что он проехал 20 километров. Хотя мне утверждают, что я 26 проехал. Ну, умничка. 26, значит, 26. Вот. А я сейчас, пока мои все уехали, я займусь своей бухгалтерией. Потому что надо доделать бухгалтерию. Что-то я подзатянулась в бухгалтерии. Так что сейчас займусь своей бухгалтерией. Сколько дел? Ну, я думаю, на час максимум. И потом займусь. Хочу пошить шортики. Шортики деткам. Потому что, не деткам, точнее, Рафаэль. Рафаэльчику в прошлом году нашел несколько шортиков. А они ему маленькие. Хоть у него и есть шорты, но он мне, мама, я хочу. Показал мне ткани, какие хочет. А что? Буду шить. Раскраивать и шить. Хочет, значит, мама должна выполнять просьбу ребенка. Вот. Ну, у нас новость хорошая. Просто шикарная новость. Просто я прям хлопала в ладоши, когда увидела. Позвонила соседке хорошей. Говорю, ну что? Обмывать будем? Ну, что обмывать? Говорю, соседи уезжают. Приезжают. Так что мы такие счастливые, довольные. Наконец-то мое лето проведем спокойно. Без шума, без гаммы, без криков, без визгов, без вызывания жандармов и всего остального. Так что у нас соседи очень шумные. И я уже рассказывала, что они, которые меня обзывали, как хотели, на улице в час ночи. Потому что я им сделала просто замечание по поводу того, что они сигналят. Вот. Меня, короче, облаяли там матами всякими возможными покрыли. Просто нереальными. Вот. Но мы довольны, что это лето будет на спокойное. Наконец-то. Хотя Арна мне говорит, ой, мы не знаем, кто приедет на их место. Таких шумных точно не будет. Я думаю, вот, ну хоть наконец-то классная новость. Вот. Так что, за работу. Ну и все, день закончился. День пролетел, так и не заметили. Я просидела два часа, делала бухгалтерию. Место каких-то, думала, полчасика-часик. Вот. Так что папа к нам пожарил барбекю. Упля. Такие индейские кусочки. У нас простой будет. Просто чипсики. Такой обжаренный зеленый салатик. Все. Так что всем приятного аппетита. С утречка пораньше, уже два часа, Арно бедный долбится, по-русски говорят, долбится, чтобы помыть бассейн, чтобы освободить. Потому что он просто слить не хочет, а хочет именно помыть. Но видите, какой грязный бассейн. Теперь вот будет, он заодно сразу чистит и сливает воду. Надеюсь, к вечеру закончим, чтобы уже вечером включить воду наливаться. Работа, конечно, с этим бассейном каждый раз. Долго, нудно. Я не знаю, когда настоящий бассейн, который выкопанный там в земле. Как происходит там с водой-то, я этого не знаю. Надеюсь, такой же мутори не будет таких проблем. Надеюсь, таких же проблем не будет каждый год с таким бассейном, который в земле. А не то, что с этим каждый год сливай-зливай. Уже начинает надоедать все это дело. И еще, ладно, я не сам не делала. Она только немножко помогла Арну. Потому что у меня сегодня отдых, товарищи. Сейчас я пройдусь по моему огородику каждое утро и проверю заодно. Листики. Я накидала вот такие гранулки. Видите, это у меня от слезняков. Ой, пошла вообще-то за пшеном, хотела накидать пшено везде, потому что у меня муравьи, смотрю, везде лазят здесь, чтобы они перестали лазить. Здесь что-то никак не пролезет. Я поискала, не нашла. Только один нашла, который вылазит. Остальные, как будто кто-то утащил семена. Даже семян нету. Знаете, как сажала. Вот интересно-то, где они делись. Ну, здесь накидала. Что съедает? Вот, смотрите. Только вылез, съели. Много очень. И муравьев что-то много у меня тут. Откуда они повылазили? Ой, пошла за пшеном. Сейчас буду засыпать. Все это дело, чтобы они не лазили эти бяки-буки. О, надо Алиску позвать-то. Полно гороха. Я сегодня вообще отдыхаю, потому что у меня был кризис какой-то, кризис. Ну, в принципе-то я знаю, почему этот кризис, как у нас у всех. Сяду в тенечек. Ем пирожочек. Оп, вот. Вот, кризис у меня какой-то начался к тому, что ничего в этой жизни не успеваю. Короче говоря, вчера я расплакалась, разрыдалась, прям как на взрыд. Вот я сейчас вот передумываю, думаю, вот дура, ну чего рыдала-то, чего рыдала. В принципе, знаю, знаете, как у всех женщин раз в месяц на свете какие-то эти завороты начинаются. У меня это редко бывает, очень редко. Я даже не помню, когда последний раз такое было. А вчера она прям вот на взрыд, на взрыд. Я прям жизненедовольная. Я недовольная, мне скоро 40, я это не сделала, я это не сделала. И вообще я всю жизнь положила для удовольствия кого-то. А, собственно, удовольствием не могу заняться. Почему? Потому что я вчера одела шорты, гляла на свои ляшечки и расплакалась. Потому что, конечно, опять вроде похудела, но ляшечки-то какие-то остались. И я одно говорю, вот, я уже сколько времени спортом не занимаюсь, у меня времени нету, я после этого работаю. Даже когда я работаю, я другим занята чем-то. И он мне говорит, Галман, давай, типа, вставай завтра утром, езжай, занимайся велосипедом. Давай, в воскресенье будет твой день, только твой на 100%. Вообще ничем не занимайся. Ну, проснулась я утром, посмотрела, что он бассейн свой сливает. Видели же, что ему помощь нужна. И надо, если он сейчас будет заниматься бассейном, они же мужчины не умеют два дела сразу делать. Будут заниматься бассейном, и еда не будет готова. А это я, если поеду, я поеду на три часа. Ну, на два. Туда час, и туда и обратно. Ну, максимум три часа, максимум. Вот. Да, это так у меня. Час, если спокойно, если быстро, за полтора часа могу сгонять, туда и обратно. Вот. И объясняю, что... Объясняю, что сама себя в голове, что вот сейчас он бассейном занимается, обед не будет готов. Обед не будет готов, я буду нервничать, потому что мне надо, чтобы было все идеально. Каждое по полочкам, время приготовленное, и все. И наше воскресенье закончится, ну, ссорой. Не ссорой, а как бы я буду на него дуться, обижаться, что он не сделал, как я желаю, как должно быть, по идее. Вот. Он-то не будет обижаться, дуться, я буду ходить, губы дуться, я знаю, какая я. Вот, так что... Или выскажу ему, а потом я буду расстраиваться от того, что я высказала, не стоила, она была промолчать. Вот такой я человек. Так что такой у меня кризис прям сегодня. Он мне сказал, господи, иди своими делами занимайся, ничего не делай, никуда не речь. Говорю, а есть готовить. Он говорит, да иди им все, что найдем в холодильнике. Это не конец цвета. В крайнем случае яйца пожарим. Вот так, так что у меня сегодня мой отдыхающий день, отдыхательный день, так скажем. А на самом деле в голове цвета крутится, и крутится вчерашнего дня, что действительно много чего хотелось бы успеть, но хотелось бы сделать. Я много чего не добиваюсь, не добиваюсь. Чего хочу. Много чего хочу. Много, наверное. Наверное, слишком много хочу, не знаю. Не знаю. Пошла отдыхать. Вот оно лето. Дети уже в купальниках и друг друга поливают. В ожидании, когда бассейн мы помоем. Не поливайте к соседям. Когда бассейн помоем, и могут они плавать в нем. И заполним по новой. Детям много, ведь не надо. Смотрите, начать начать набирать воду в бассейн. И они уже вовсю играются. Ладость, одни, дни. Река, блядь. Они скользятся и играются. Река, блядь. 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 Редактор субтитров А.Семкин